Всем доброго дня! Это анонс первого урока, связанного с Юнчунь Байхэ или с Винчунь. Такое название закрепилось более плотно на постсоветском пространстве. И в этих уроках, посвященных Юнчунь, мы не будем рассматривать это направление с позиции такой кантонской, уже очень известной, с позиции, связанной с традицией Ипмана. Кроме того, последовательность обучения здесь будет совершенно другой. Мы начинать будем не с базовых основ, а будем двигаться от простого к более сложному, что, с моей точки зрения, делает процесс обучения, во-первых, более таким приемлемым, во-вторых, более интенсивным и, в-третьих, наверное, более приятным. На этом уроке вы ознакомитесь с основными шагами Винчунь и с их применением, вы ознакомитесь с работой на столбе, я рекомендую такую работу. Но если у кого-то нет еще такого столба для тренировок, вы можете также точно практиковать это в воздухе с партнером или на других любых муляжах. Кроме того, в этом уроке использован нетипичный деревянный манекен, так называемый, как и вы, собственно, можете использовать совершенно не такие сложные приспособления, которые обычно рекомендуются для изучающих Винчунь. На самом деле техника Винчунь не настолько сложна, чтобы упираться в какие-то частные моменты, и вы в этом убедитесь на основании этого урока. Собственно, этот урок посвящен нескольким методам защиты, и эти методы защиты особенно просты для начинающих, а также сразу дают все-таки довольно стабильное ощущение своей защищенности. Мы здесь также слегка коснемся атакующих действий, и они снова не будут такими сложными, и мы увидим, как эти атакующие действия легко компилируются с защитными техниками, и мы поговорим о нескольких ударах ногами, которые также вплетутся в ваши техники, в ваши шаги, в вашу защиту и станут органичной частью всех ваших действий. Этот урок рекомендован, ну, в первую очередь, начинающим, безусловно, людям, которые хотели бы прикоснуться к Винчунь Баяхэ и начать свой путь в этом направлении, но от чего-то другие источники информации, например, не дают такую возможность. Я надеюсь, что вот этот урок вам такую возможность все-таки предоставит, поскольку урок построен таким образом, чтобы это было для вас просто. Но также весь ряд этих уроков я могу рекомендовать и людям продолжающим, людям, которые уже Винчунь Баяхэ, так или иначе осваивали, потому что, возможно, благодаря этим урокам вы получите несколько иной взгляд на это направление традиционных китайских боевых искусств и на те элементы, которые в нем содержатся. О том, как приобретается урок вот там внизу, там же в описании цена этого урока. И не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик и счастливо! Хороших вам тренировок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова